Это Пульс дня. Мы продолжаем выпуск. На связи со мной издатели медиа-менеджера Александр Ходос. Александр, приветствую вас. Доброе утро, Артем. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, американское издание Foreign Policy опубликовало материал со ссылкой сразу на нескольких американских и европейских источников. А власти России, говорят они, в начале 2023 года планируют начать новое крупное наступление, чтобы попытаться захватить Одессу и все юго-западное побережье Украины, чтобы таким образом отрезать государство от Черного моря. Скажите, пожалуйста, Александр, насколько лично вы, допустим, доверяете Foreign Policy и может ли вот эта стратегия отсечения Украины от Черного моря быть главным планом следующего этапа войны? Давайте начнем с того, что доверять кому-то в наше время вообще это наивно. Судя по тому, что происходит, и по всем каким-то диким сливам или наоборот диким фейкам, ну правда, сегодня кому не лень придумывают какие-то дикие непонятные вещи, то Путин вот-вот отбросится, то, я не знаю, земля плоская, ну здесь можно идти по списку дальше и дальше. А Лавров совершенно не скрывает, пару дней назад сказал о том, что у Российской Федерации планы географические. Это вообще очень странное заявление со стороны министра иностранных дел, такой большой державы. Тем не менее, это прозвучало, то есть особо никто никогда не скрывал в этой стране, что, в правительстве, давайте уточним, что их задача действительно захватить полностью выход к Черному морю, сделать из Украины, ну если не полностью захватив, то маленький-маленький кусочек, включая Западную Украину и, может быть, Киев. Я думаю, что если бы у них была такая возможность, то Украина бы стала частью Российской Федерации при том, что те планы, которые они строили, осуществились бы. Они сейчас набирают какие-то по сусекам, так сказать, оставшиеся войска и пытаются идти в наступление, судя по оперативным сводкам, которые поступают от разведок и из открытых источников. Похоже, они все-таки пойдут на Славянск, они скорее всего, нет, не Славянск, забыл, но не важно. Готовят они наступление, это явно совершенно, остановиться они не могут. Мы же с вами свидетели того, что происходит. Вот, кстати, Александр, а почему они не могут остановиться? Сейчас российские власти заявляют о том, что захватили 20% украинской территории. Почему бы не остановиться вот сейчас? И это правда. Они не могут остановиться, Артем. Это ведь, по словам Володина, это сущая правда сегодня. Путин — это Россия. Россия — это Путин. Он не может остановиться. Если он остановится, у него будут явные какие-то свои проблемы. Ну и у него будут проблемы с его окружением и с российским народом, который, как мы видим, все-таки в большинстве своих поддерживает эту операцию. А чего сейчас тогда не хватает России? Почему нужно ждать начала 2023 года? Почему нельзя осуществить этот план сейчас, например? Они пытаются, но для того, чтобы действительно его осуществить, нужно набрать, переформатировать, дополнить батальоны. Нужно где-то найти технику. Нужно отремонтировать то, что сломалось и повреждено. И не могут они сегодня в полной мере вести это наступление. Не могут по причине того, что не полные полки у них. Нет у них достаточного количества боеприпасов. Это благодаря действиям ВСУ, вооруженным силам Украины. И сложно им в том состоянии, в котором они находятся сейчас, идти действительно в серьезное наступление. Поэтому очень опасно для Украины давать Российской Федерации какую-то передышку, какую-то остановку, возможность перегруппироваться. Это то, на что ее, Украину, толкали вот эти вот трое представителей, соглашателей с Путиным. Мы знаем, это Шольц, Макроны, итальянский премьер, который уже не премьер. Поэтому, видимо, я и забыл его фамилию. Драги, вспомнил. Если бы это произошло, то никакого бы все равно мира не было. Это понятно. Россия бы накопила чуть больше сил. И с новыми, вот этими вот свежими резервами бросилась бы снова терзать Украину и добивать ее до конца. Ну, тому пример, вот просто днями, то, что произошло после подписания этого договора об экспорте зерна из Украины. На следующий день, это же уму непостижимо. На следующий день разбомбить порт, о котором вы только что договорились. И даже не с Украиной. А вы договорились с Турцией, из Организации Объединенных Наций. И на бабах. Вот оно. Какие договоры с этими людьми могут быть? Как можно вообще доверять там, ну, не то что слову, даже отлитому в бронзе документ? Но вот на прошлой неделе мы с вами говорили о том, что сейчас все-таки не сороковые годы прошлого века. Мы живем в совершенно иное время, когда нельзя спрятать войска под Курском, например, и надеются, что противник их не заметит. Сейчас разведки наблюдают с неба, да, грубо говоря, видят, как перемещаются войска, какое оборудование подъезжает. И когда мы говорим о том, что возможно в 2023 году там Россия будет пытаться сделать какое-то новое наступление, и когда мы говорим о том, что подъедет новое вооружение туда, России нужно время для этого. Мы же понимаем, что Украина тоже может за это время подготовиться и как-то вот сделать какое-то контрнаступление за это время. Ну, они это и делают. Сегодня под Херсоном идет серьезное, ну, не то что серьезное, очевидное наступление. Идет постепенное, со сбережением солдат и резервов наступление для освобождения Херсона. Это происходит. Они не остановятся. Они не должны останавливаться. Причем они не должны останавливаться не только ради себя, ради всего мира, ради Европы. Они не должны, не могут останавливаться. Поэтому те люди, которые сегодня говорят о том, что надо остановиться, нужно договориться, нужно идти на какие-то компромиссы и уступки, это люди либо недалекие, либо несоображающие, либо просто работающие на Российскую Федерацию. Мое мнение, безусловно, можно с этим не соглашаться, но вот мне кажется, это именно так. Поскольку договариваться или думать о том, что это страна, правительство этой страны хочет чего-либо решить нормальным, логическим путем, уже невозможно. Невозможно так думать, невозможно даже предполагать, что это частично является правдой. Мы видим, что это не так, здесь действует, это даже не логика, это какие-то, даже не по понятиям, как многие говорят, вот он шпана, он бандит, он по понятиям. Нет, это не по понятиям. Это то, что называется, опять же, в преступной среде беспредел. То есть абсолютно не поддающиеся ничему и никаким анализам действия, которые противоречат их собственной даже выгоде. Ну вот настоящий беспредел. Ну, может быть, нет. Вот уже несколько месяцев войны прошло, на самом деле, и я подумал о том, что... 150 дней. А? 150 дней. 150 дней. Да. И я подумал о том, что мы на самом деле ведь не знаем, кто разрабатывает генеральную линию или стратегию военного наступления России. Неужели сам Владимир Путин это делает? Очень многие источники, очень многие аналитики говорят, что это именно так, что он говорит генералам, куда идти, как идти и что делать. Это, конечно, огромнейшая страшная глупость, и это делает военную стратегию и тактику политизированной. То есть, не в зависимости от ситуации на месте, не в зависимости от соотношения сил, не в зависимости от массы обстоятельств, которые знают и понимают военные специалисты. Просто вот карандашиком на карте возьмите это село, этот город, эту высотку, оно, ну, на самом деле, оно идет, играет на руку украинской армии, потому что, ну, мы видим, как это все происходит. Мы видим, как бросаются в бой снова и снова эти солдаты российской армии гибнут в огромных количествах только потому, что кому-то нужно, необходимо взять какому-то числу какое-то определенное место, населенный пункт. Вот, кстати, про число напоследок. Говорят о том, что осенью же у Владимира Путина юбилей, и вот, может быть, к этому юбилею как раз и будет какой-то подарок от вооруженных сил России. К юбилею, да, он любит юбилеи, он любит эти даты. Ну, что, греха таит. Действительно, он любит и привязывает это к каким-то числам, и все эти данные, все эти вещи не случайны, они привязаны, потому что он, как мы знаем, еще работает с какими-то шаманами. С номерологами и так далее, и так далее. Ну, это клиника отдельная совершенно, и, конечно же, там будут они стараться что-то для юбилею хорошенькое преподнести, завернутое в красивую оболочку. Думаю, что так и будет. Вы правы, абсолютно. Александр, спасибо большое за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был издатель и медиа-менеджер Александр Ходос. Спасибо, Артем, что позвали. Всего доброго. Таким был этот день. Как его увидели мы в редакции программы, сразу после Юрия Ростова, моя коллега Наталья Быстрицкая с Паскриптумом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова